МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы приходите ко времени сладкого или к церемонии задувания свечей, думаем, как мы порежем торт опять же, чтобы никто не остался без сладкого, похвалил хозяйку или кулинара, и, конечно, чтобы детям достались самые вкусные кусочки. Чтобы выполнить все эти условия, разрезающий торт хозяин должен обладать хорошим глазомером, твердостью руки и, самое главное, хорошим отношением гостям. Вот такие сладкие мысли пришли ко мне в голову, когда я услышал новости о новой нарезке, то есть о новых границах избирательных округов на предстоящих в 16-м году выборах в Пермскую городскую думу. А суть происходящего в следующем. На заседании Совета городской думы была представлена новая нарезка одномандатных избирательных округов на выборы Гордумы Перми в 16-м году. Схему, подготовленную краевыми властями Совету Думы, представили губернатор Виктор Басаргин и глава избирательной комиссии Перми Игорь Алаев. С учетом изменений принципов формирования представительного органа, закрепленных в новом уставе города, принятом Думой в августе нынешнего года, вся Пермь поделена на 22 одномандатных избирательных округа. Напомню, что ранее все 36 депутатов Гордумы избирались по одномандатным округам. Сейчас 14 из них будут выбраны по партийным спискам. Границы участков совпадают с границами избирательных округов для выборов депутатов, законодательного собрания и Госдумы, которые также пройдут в 16-м году. И вроде бы, по словам председателя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, в новой нарезке главенства у территориальный принцип и нет никакой политики, но, соглашаясь с Игорем Сергеевичем, отмечу, что растворение ряда округов и прирезание территории одних к другим навряд ли возможно без определенной доли допуска. И мотивировка о соответствии границам ТОСов скорее является инструментом оправдания необходимости новой нарезки, а не подходом к оптимизации деятельности депутатского корпуса. Хотя мысль о том, что наибольшие изменения коснулись тех округов, с депутатами которых властным структурам не удалось найти общий язык, имеет право на жизнь, сконцентрируя ваше внимание на другой мысли. Скорее всего, новая схема не выгодна никому из нынешнего состава Гордумы. Округа все равно меняются, а коллеги и соседи по городскому парламенту в большинстве случаев становятся конкурентами. Возвращаясь к технологиям разрезания тортов и изменениям устоявшихся политических институтов вспоминается политический термин, как и многое политически неоднозначное пришедшее к нам с североамериканского континента, и называется он джерримендеринг. Означает этот термин произвольную демаркацию избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. Название произошло от фамилии губернатора штата Массачусетс Элбриджа Томаса Джерри, изобретателя этой системы, впервые успешно применившего ее в 19 веке. Не вдаваясь в подсчеты и схемы, отмечу, что в США технология манипулирования границами округов использовалась в частности для снижения роли чернокожих избирателей. Округа нарезались таким образом, что к районам с доминированием чернокожего населения добавлялись районы с белым. В результате происходила нейтрализация чернокожих избирателей, и их кандидаты не могли пройти в выборные органы. Как вы заметили, мои мысли вращались вокруг чего угодно. Тортов, выгоды или ее отсутствие у действующих и будущих депутатов, джеримендеринга и Массачусетса, но нигде не прозвучала главная для выборов тема – тема интересов избирателей. И это не потому, что мне хотелось показаться видным политологом или занудным знатоком американской политической истории. Ответ прост – я нигде не обнаружил намека на приближение к более полной реализации избирательных прав граждан. Часто говорят – если хочешь понять человека, встань на его место. Встав на мое, рядового избирателя, место, инициаторы новой нарезки округов с такой же легкостью, как и я, сгенерировали бы вопрос – какая польза избирателям от того, что избирательная округа увеличится в полтора раза, и депутат станет еще более труднодоступным для жителей? Кто – те люди из партийных списков, которые будут решать судьбу города? Если даже федеральный госдумовский тренд говорит об увеличении одномандатных округов, то у нас что – опять малепка, опять аномальная зона? Что важнее – управляемость выборов или улучшение жизни горожан? Кто-то возьмет на себя смелость объяснить, что мы жили не так и не с теми. Переводя подобные вопросы на жизненную ситуацию с нарезанием торта, можно представить, что на 36 гостей есть 22 куска торта. Но счастливчики должны поделиться доставшейся сладостью с еще 14 человеками, которых хозяева не приглашали, то есть мы с вами не выбирали. Малопонятная конструкция, в которой хозяева всегда остаются обделенными. И если ответ на вопрос, кому попадет пресловутая вишенка с торта, очевиден – тому, кто режет и раздает торт, то ответ на вопрос, стоит ли приглашать в гости людей, для которых хозяева – чужие люди, постарайтесь найти их следующим выбором. Глядишь, и последующие пять лет праздника оставят более светлые и положительные впечатления. До встречи! И помните, даже чуть-чуть политики делает человека гражданином. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»